На 35-м километре Челябинского тракта, это в Сесерских краях и половине четвертого часа пополудни, то есть вот прям посредь бела дня, Хюндай намотался на столб и убил своего 23-летнего пилота. Случилось это вчера, в 105-й день рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. И волею небес именно на одного представителя молодежи в этом мире стало меньше. Декорация такая. 23-летний житель Каменско-Уральского со стажем пилотирования 2 года, со своим 24-летним другом с какой-то целью съездил на Хюндайе Солерисе в Стольный Бург и засветло катился по Челябинскому тракту из Уральской столицы в направлении Челябы. Погодой вчера стояли такие, что лучше бы вообще никуда не ездить. Снегопад это не только пробки, но это еще и опасно. А если стаж руления всего-то 2 года, то, ну, видимо, причина для междугородних поездок была весомая. И молодые парни покатились. На заснеженной трассе под Сесертью малоопытный рулевой Соляриса не справился с рулем. При банальном перестроении из левого ряда в правый Хюндай закрутило, и он ровно водительской дверью намотался на первый встречный столб освещения. А при таких ударах обремененность играет не самую положительную роль. Известно, что оба парня в Солярисе были пристегнуты. И погиб не тот, что сидел на месте смертника. Хотя, если бы болид успел провернуться еще на 180 градусов, то место смертника оправдало бы свое устрашающее название. Но нет, погиб рулевой. 29 октября в 15 часов 30 минут на 175-м километре автомобильной дороги подъездка к Еленбургу по ТМ-5 в Урал водитель, управляя автомобилем Хюндай Солярис, при перестроении с левой крайней полосы на правую крайнюю полосу исправился с управлением, допустил съезд дороги и наезд на препятствия в виде столба электроосвещения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте ДТП. Пассажир автомобиля Хюндай Солярис был доставлен в 36-ю больницу города Екатеринбурга с телесными повреждениями.